Добрый день, Елена Гусарова. Добрый вечер. Красавица при том, что красивое имя, красивая фамилия и сама красивая. Приветствую вас и очень хочу вас спросить, как же ваши дети изобретают? Что вы для этого делаете? Добрый вечер, Хосай Магомедович. Добрый вечер, все участники или добрый день. Да, я хотела бы рассказать о изобретениях, которые почти каждый раз теперь мои ребята мне преподносят. Это такие замечательные сюрпризы. И хотела бы рассказать о мальчике об одном. Я работаю логопедом, и с недавнего времени с некоторыми ребятами мы стали проделывать метод «Ключ». А началась эта история очень забавно. В мае месяце, когда ребята сдавали экзамены, значит, мальчик один очень сильно волновался, но просто вот прям не мог свое волнение скрыть, у него литература хромала. И он со мной поделился, что вот он волнуется очень, экзамен по литературе сдавать надо. Ну, я тут вспоминаю ваши слова про экзамены, про волнение, и думаю, ну как, надо помочь ребенку. И я рассказала ему про метод «Ключ», показала ему синхрогимнастику, ну и сказала, вот такие вот движения, показала ему их лёст, показала ему лыжника, шалтай-болтай. Ну, говорю, ты попробуй со своей амплитудой, ты попробуй так, как тебе нравится. Сколько ему лет? Он в каком классе? Тринадцать, тринадцать, да. Я ему предложила, ты попробуй сделать так. Самый главный критерий, чтобы тебе было это приятно. Подбирай так, как тебе будет приятно. Отлично, отлично. То есть вы не навязывали, а сказали? Ни в коем случае, ни в коем случае, да, я, ну, я послушная ваша ученица, я прекрасно понимаю, что здесь надо так, как нравится. Вот, ну и, значит, я ему объяснила, показала, вот примерно вот такие движения, ты попробуй, какое тебе больше понравится. Может быть, там, побыстрее тебе захочется двигаться, может быть, помедленнее. Ну, и, в общем-то, я за ним наблюдаю, ну, где-то, наверное, быстро, он улетел быстро. Минута две я смотрю, взгляд рассеялся, мальчик поплыл, все замечательно. Я думаю, ну, хорошо, значит, да, все зашло, все как надо. Вот. Ну, значит, взгляд рассеялся, он поплыл, это как вы видите? Ну, он, он делает, он делал лыжника, и я смотрю, что вот он уставился в одну точку. То есть взгляд остановился, то есть не просто сосредоточился, а просто остановился, да? Он, да, он остановился, и он стал вот мечтательным, такой взгляд. Задумчивый, да, да. Задумчивый, я поняла, что, значит, ну, да, все получилось, все хорошо, да. И я потом стала спрашивать его, о чем ты сейчас думаешь, как вы нас спрашиваете? Да. А он так на меня посмотрел, сказал, да ни о чем. Он в нулевое состояние. Он сказал, что я буду делать ролик, когда я расскажу, что сколько людей, и Гуджиев, и Блаватская, и ученые, говорили о доминанте, и вот этом нулевом состоянии, но только своими словами. И как пытались выразить, и в Нирване, там, Будда говорил об этом нулевом состоянии. Ну, самое главное, найти слова, чтобы он сказал ни о чем. Да, да. Вот, 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 да. И он сказал, и он так совершенно естественно, он пожал плечами и сказал, да ни о чем. Да, и что это состояние человека в определенных условиях. Да, и он легко его нашел с помощью перебора этих упражнений. Касая Магамедович, самое смешное было дальше, когда он сдавал экзамены, это еще не вся история. Ну, в общем, я ему рекомендовала, я говорю, ну, вот, если ты будешь делать, вот, каждый день, там, дать по чуть-чуть совсем, вот, поделал, почувствовал, вот, ну, все, все хорошо, ни о чем не думаю, ну, достаточно, не надо там сильно усердствовать. Да. Вот, и экзамены сдашь хорошо, а он очень боялся, очень, и он мне рассказывает, значит, когда, ну, наступил день экзаменов, он рассказывает. Он говорит, я захожу в класс, а там, говорит, все волнуются, ходят перед экзаменом, да, он говорит, все ходят из угла в угол, волнуются, шелестят там какими-то бумажками, все там что-то шушукаются. Я вижу, говорит, вот так всех трясет. Обстановка напряженная, говорит, все боятся, а я, говорит, так думаю, а я ему еще сказала, я говорю, ну, ты накануне обязательно, ты поделай, ты помни, да, что все будет так. Я захожу, думаю, ну, подумай, боялся, ну, просто вообще, ну, в общем, он говорит, я прочитал тесты, все сдал, все написал, и спокойненько ушел. Ну, то есть он не был на экзамене какой-то излишне рассеянный, а был наоборот. Он говорит, я себя чувствовал абсолютно уверенно, абсолютно уверенно. Вот это главное. Да, да, он говорит, мне было даже странно, что другие волнуются, я как будто не понимал, а почему так они сильно волнуются? Он вот так мне объяснял. А он снял лишнее напряжение, и поэтому выровнял баланс, и поэтому легко мы все связываем. Он очень легко входит, да, в это состояние, но он очень такой позитивный, хороший такой мальчик, он очень легко входит, быстро, и прям, ну, он молодец, конечно. Он рисует, Хосе Магомедович, он ходит в художественную школу, да, и вот… Изобретение, изобретение, мне прямо не… И он изобретение, да, и он приходит ко мне, я его спрашиваю, ну, ты экзамены сдал, а ты делаешь вообще вот дальше, вот синхрогимнастику ты делаешь? Он говорит, я ее стал делать постоянно, постоянно, потому что, он говорит, мне такие изобретения стали в голову приходить, и он говорит, да, и он говорит, и мне, и я стал, говорит, рисовать на те темы, которые раньше я не решался, вот, и говорит, и однажды захожу, ну, Сар, они живут в частном доме, у них свое хозяйство огромное. Извините, извините, пожалуйста, я хочу всех обратить внимание, вы же уже все знаете, но лишний раз напомню, вот сейчас как раз-таки нам рассказывают такую важную вещь, и, вероятно, немножко, что для подбора слов немножко волнуется, и поэтому вот так покачивается. Да, да, это уже моя привычка. Ну, понятно, понятно, но это лишний раз говорит о том, что когда человек сильно сосредотачивается, волнуется, он снимает лишнее напряжение повторяемыми движениями, вот этими, ну, кому-то хочется вот так покачиваться, кому вот так, мы на этом и волну нашу ключевую. Вот я про эти движения, Хосе Магомедович, я бы отдельно хотела рассказать. Мы сделаем с вами, я с удовольствием вас приглашаю еще раз, и не один раз. Потому что это тоже очень увлекательная история про другого человека. Да, очень хорошо. А вы можете вообще, вы же не будете вот так вот качаться на люди, правильно же? То есть вы... Когда человек долго стоит, когда он ждет, естественно, он помогает себе снимать напряжение, утомление, именно повторяющимися движениями. Но мы об этом еще потом расскажем. Потому что бывают случаи, когда солдат стоит у знамени, так он стоит, он внутри качается. Его никто не учил. Но он, благодаря тому, что это инстинктивное действие, человек его делает, ну, рефлекторно, иначе он не выдержит. Вот столько стоять ровно у знамени, он не выдержит иначе. Поэтому кто-то и не выдерживает. Потому что и все солдаты, и все спортсмены, если научатся ключу, они смогут это мысленно делать потом. Несколько раз делать реально в виде упражнения, а потом мысленно. В любой обстановке и стоять ровно. Ну, допустим, надо. Допустим, надо. Да, и вот про изобретение. Ну, у него, конечно, были навыки художественные, они есть, да, и, конечно, какие-то его посещают мысли там изобретательские. И он говорит, я захожу в сарай, и там в гараж в отцовый, смотрю там какие-то детали, запчасти, и попался мне, попался старый такой велик. А он говорит, давно, много лет уже валяется, а я все думала, ну, что бы мне из него сделать, что бы мне из него сделать. И он изобрел велосипед вместе с рулем от автомобиля. Я его спрашиваю, я говорю, а ты пробовал на нем ездить-то вообще? Он говорит, да, он нормально ездит, все на него поставил, как надо, цепь там еще там что-то. Ну, я не очень в этом понимаю. Ну, в общем, да, и он говорит, в другой раз он принес самокат самодельный, он сделал самокат, он очень красиво его разукрасил, ну, поскольку у него навыки, да, вот эти есть художественные, да, и он очень красиво, так забавно разукрасил его, видно, что... Вот мне интересно, может быть, он и без всяких наших упражнений мог бы такие изобретения делать? Вы знаете, вот я вам сейчас скажу, это его прям слова, когда я его напрямую спросила, я говорю, ну, а ты заметил, с той поры, как ты стал вот эти упражнения делать, что-то изменилось в твоей жизни? Он мне сказал, да, потому что у меня каждый день новые идеи в голове. Он говорит, такого не было. Ура! Я позволю нам сейчас завершить нашу встречу, потому что вы согласились, что мы еще сделаем ролик. Да, спасибо большое. И вы расскажете, да, и вы расскажете, как вы сами снимаете напряжение, вот я вижу, как вы легко говорите, потому что вы меньше теперь стали волноваться. Раньше, раньше как было? Вы давно нашли у себя вот это, что вы снимаете вот так? Косе Магомедович, вы знаете, у меня раньше была такая для меня внутренняя поговорка. А сейчас я не смеюсь, у меня такое правило, если не знаешь, что делать, делай ключ. Это помогает всегда. Спасибо вам огромное. Спасибо. Для меня теперь нет проблем. Спасибо вам огромное. Спасибо. До встречи. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. 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 Продолжение следует...